Я не перестаю удивляться, сколько за несколько дней в мире происходит странных и загадочных явлений. Эти события пугают и удивляют. Истории, фотографии, видеодоказательства, столько всякой чертовщины в мире, и именно для этого у нас существует рубрика Parazomb News. Если вы хотите видеть чаще эту рубрику, тогда не забывайте нажимать на палец вверх, а также подписываться на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. В этом видео вы узнаете, кого заснял на видео охранник посреди ночи в крематории, как могло исчезнуть в Якутии солнце, оживший манекен и неизвестный морской монстр были сняты на камеру, и многое другое в рубрике Parazomb News. Также не забывайте присылать мне на почту свои удивительные паранормальные новости, которые произошли за последнее время. Почта на экране. Привет, я Зомби Чез, Parazomb News. Погнали. Прежде чем мы продолжим, совсем недавно я посмотрел очень интересное интервью Илона Маска на радио, где был этот знаменитый момент, когда он кушал косяк. Помните? Так вот, я наткнулся на эту офигенную футболку. Этот принт на футболке очень крутой. Принт называется «Илон Маск курит космос». Ну и, конечно же, несложно догадаться, где я взял эту футболку. На Всемайки.ру. Три причины, почему вам нужно посетить сайт Всемайки.ру. С одеждой от Всемайки ты сможешь выделиться из толпы и найти единомышленников. Ты можешь подарить незабываемые эмоции близким, сделав приятный и особенный подарок. Создать свой собственный дизайн в конструкторе или отредактировать уже готовый на свой вкус. А как вам игра Detroit Become Human про андроидов? Одна из любимых. Вот я на Всемайке нашел такую толстовку. Называется Detroit RK900. Очень приятная на ощупь и очень качественно сделанная. На Всемайки.ру найдете все, что захотите. Маленькая тайна. Со Всемайки.ру еще и зарабатывать можно. Для этого надо стать участником партнерской программы. Переходи по ссылке в описании, заказывай, вводи промокод ZOMBI81 и получать скидку целых 10%. Утром 8 августа 2019 года, в 8 утра, когда солнце уже давно должно было быть на небе, жители нескольких деревень в Верхоянском районе проснулись в кромешной тьме. Солнце появилось лишь после 8.30. Пока местные обсуждали эту аномалию и выкладывали снимки в соцсети, пошли слухи, что кто-то слышал странные сильные взрывы. Другие шутили, что теперь кража солнца, видимо, станет ежегодной местной традицией. Попутно наблюдались и другие аномалии. Были найдены мертвыми множество чаек и других птиц. На воде, в озерах увидели толстый след непонятной пыли. И такая же пыль даже попала в бочки с водой, стоящей у деревенских жителей рядом с домами. Небо при этом окрасилось в красно-желтый цвет, а солнце просто пропало с горизонта. Людей охватил ужас, и они стали делать самые невероятные предположения о том, что случилось. Некоторые всерьез утверждали, что началось вторжение инопланетян, или на Землю упал метеорит, а другие считали, что дело в солнечном затмении, или засекреченных испытаниях ядерного оружия. Однако, ни одна из этих гипотез не подтвердилась официально. Местные власти ссылаются на лесные пожары, или списалась на необычную природную аномалию. Как, по-вашему, страшно ли днем остаться без естественного освещения? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Запись начинается с того, что охранник идет к зданию с фонарем, привлеченный шумом. Перед тем, как он заходит в помещение, в ролике сбоку мелькает что-то похожее на ноги подростка в кедах. Но охранник заметил его лишь позже, когда просматривал ролик. «Прямо там стоял ребенок, и я просто прошел мимо него», – сообщил охранник. Из-за этого кадра многие пользователи уверены, что на видео заснята просто мастерская шутка подростков, или просто скамейка. Однако, очень странно, что мужчина не заметил этого мальчика, хотя проходил буквально в паре шагов от него. В помещении, в ответ на «Привет» раздается отрывистый детский голос, говорящий какое-то слово. Комментаторы говорят, что это слово «хелп», «помогите». А потом быстрые шлепки босых ног по полу, на что охранник кричит «Выходите, хватит играть». Наверное, он думает, что в здании ночью забрались подростки. В ответ раздается еще больше шума. Потом хлопают дверью. При этом охранник никак не может найти его источник. Зато он отмечает, что дверь, которую он закрывал, кто-то открыл. Я вообще слышу что-то, 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 что-то. Я надеюсь, что я буду catch this, что-то. Дор был открыт опять. Hello, security! Hello? Hello? Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. Охранник заходит в здание, в другое помещение от скамейки. Там тоже раздается шум. А потом очень громкий крик, голос подростка или ребенка. Охранник в ужасе от услышанного бормочет про себя разные ругательства, добавляя к ним «Это что-то жуткое, я уйду скорее отсюда». А потом добавляет «Вот почему мой сменщик бросил курить». Сообщается, что охранник вскоре после этой страшной ночи уволился с работы. Что думаете об этой ситуации? Пишите в комментариях под видео. Предвидевший будущее, неизвестный спас мужчину от смерти. Есть множество рассказов про ангелов-хранителей, которые спасают людей от смерти, предупреждая их порой за считанные минуты до катастрофы. Проблема в том, что кроме сообщений от счастливо спасенных, как правило, никаких доказательств этих случаев не существует. Ни фото, ни видеосъемки. Но на днях в Турции на камеру видеонаблюдения попал невероятный момент, на котором незнакомец предупредил мужчину о надвигающейся опасности буквально за считанные секунды до происшествия. И лишь благодаря этому предупреждению мужчина остался жив. Многие сейчас уверены, что это был никто иной, как ангел-хранитель. Менеджер небольшого частного магазина водания, 40-летний Сердар, в тот момент находился на площадке перед своим магазином и занимался разгрузкой товара. Камера видеозаписи запечатлила, как по обочине дороги в это время проходит темная мужская фигура. И когда этот загадочный незнакомец проходит мимо Сердара, он вдруг похлопал его по плечу и, не останавливаясь, пошел дальше. Почуяв прикосновение к себе, Сердар резко обернулся и в этот самый момент мимо него проехал небольшой белый грузовик, с задней части которого вдруг отошла длинная стальная деталь. Благодаря тому, что он вовремя заметил ее, Сердар успел увернуться от этой штуки и остался жив и невредим. А вот если бы тот незнакомец не похлопал его по плечу, Сердару 100% досталось бы этой металлической деталью по голове. И он получил бы травмы или вовсе был убит бы на месте. Незнакомец очевидно не мог видеть надвигающийся сзади белый грузовик, так как сам он ни разу не обернулся, пока присутствовал на видео. И самое главное, по словам самого Сердара, когда он чудом увернулся от металлической балки, он хотел найти того, кто похлопал его по плечу. Но мужчина в черном исчез непонятно куда. Позже к Сердару заходил водитель того грузовика и приносил свои извинения за плохо закрепленную деталь. Это видео быстро разошлось по множеству мировых сайтов. И тысячи людей комментировали его, называя незнакомцев черным ангелом-хранителем или путешественником во времени. На камеру видеонаблюдения в Salt Lake City, штат Юта, попало необычное явление. Видеоролик был выложен в интернет. Съемка ночная, поэтому в кадре очень темно. Однако запись достаточно четкая, и можно разобрать, что к чему. На ролике видно, как неподалеку от столба на проезжающей части внезапно появляется темная дымка, которая быстро превращается в человека или человекоподобного пришельца. Уж больно странно, эта фигура выглядит под некоторыми ракурсами. На человеке или пришельце кажется надето что-то вроде плаща, и идет он, немного согнувшись и вытянувшись вперед. Эта фигура быстрым широким шагом проходит к обочине, обходит кусты и идет по тротуару, а спустя пару секунд исчезает все в той же темной дымке. Пользователи сети спорят, является ли это дефектом съемки камеры или на камеру попался путешественник во времени, вышедший из портала и исчезнувший в нем же. Что думаете об этом видео? Пишите свое мнение. Четырехлетний австралиец Билли Кэмпбелл не успел научиться говорить, как начал рассказывать о британской королевской семье, и особенно про двух своих мальчиков, Уильяма и Гарри. Помимо этого он с большими подробностями описывал замок Балморал, который с давних времен является резиденцией членов королевской семьи. Все эти странности, по мнению его отца, телеведущего Дэвида Кэмпбелла, указывают на то, что в прошлой жизни его сын был никем иным, как той самой принцессой Дианой. Билли начал говорить, что когда он был принцессой, у него был брат Джон, однако умер раньше, чем она родилась. У Дианы и правда был брат Джон, погибший до ее рождения. После этого он стал показывать на изображение принцев Гарри и Уильяма, и назвать их моими мальчиками. Когда у него спросили, что это за мальчики, он сказал, сыновья. Все это было так странно, рассказывает отец Билли. Позже Билли стал рассказывать про замок чудес, в котором ходили мужчины в юбках, и на стенах были нарисованы единороги. Все это подпадало под описание шотландского замка Балморал, в котором принцесса Диана однажды отмечала Рождество, особенно единороги. Это символ Шотландии, и в этом замке много барельефов и гербов с их изображением. Сам Билли никогда не был в Шотландии, и, конечно, этого замка не видел. Более того, никто в его семье не увлекается Шотландией, и ничего о ней ребенку не рассказывал. Но наиболее пугающим рассказом Билли является тот, в котором он, похоже, упомянул автокатастрофу в Париже, в которой погибла Диана. Это видео появилось в сети еще в апреле, но заметили его лишь тогда, когда опубликовали на YouTube-канале 15 августа. Место действия и время не указаны. В кадре витрина какого-то небольшого магазина, у которого припаркованы автомобили. Видео снималось из автомобиля, припаркованного с правой стороны. Манекен витри не одет в темный костюм, и его голова повернута так, что он смотрит прямо перед собой на ступеньке магазина. Но вдруг его голова медленно поворачивается, и смотрит теперь уже на машину автора видео. Может быть, это манекен с автоматическими движениями? Не похоже, магазин не сильно большой, людей рядом с ним вообще не видно. Зачем им такой навороченный манекен в витрине? Также в комментариях высказывали о варианте подделки, то есть кто-то тянул голову за веревочки или как-то еще. Однако на это тоже не похоже. Движения головы очень плавные и аккуратные. За ниточки так дергать не у каждого выйдет. Еще кто-то предположил более неожиданную версию, что на самом деле голова манекена не двигалась вообще. Но именно в это место на стекло автомобиля упала капля, и поэтому изображение исказилось. А что думаете вы? 15 августа в интернете было выложено видео с неопознанной рыбой, вид которой напугал сотни тысяч пользователей. Рыба крупная, у нее черная кожа и острый нос, как у осетровых, а чуть выше два углубления, похожих на глаза. Но скорее всего это ноздри. Помимо общего жуткого вида рыбы, которая словно зловеще улыбается своим ртом, проблема в том, что никто еще не опознал, к какому виду осетровых она относится, если это и правда что-то из осетровых. Также любопытно, что рыба похожа ручная, человека совершенно не боится и дает к себе прикасаться. Десятки комментаторов написали, что это что-то из ночных кошмаров. Детеныш Годзиллы или что-то прямо из ада. Еще один пользователь прямо сказал, что это одновременно и самое милое, и самое страшное существо. Что думаете, как называется эта рыба? Местные жители были шокированы, когда в небе увидели зловещие огни. Очевидцы из крупнейшего города Хьюстон в американском штате Техас проинформировали правительство о странных колоннах света, которые проявились сквозь густые облака в ночном небе. Сообщается, что редкое явление произошло 11 августа. По словам американцев, им удалось снять на видео загадочные огни. Также свидетели считают, что буквально увидели появление чего-то необъяснимого. Однако, правительство не верит в нашествие пришельцев и говорят, что кадры, снятые простыми людьми, это редкий метеоритный дождь. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Если вам понравился выпуск Паразомб и ты ждешь следующий, вам нужно сделать всего лишь одно действие. Написать в комментариях приятности. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм и вк-страницу, чтобы задать мне любой интересующийся тебя вопрос. С вами был Зомби Чеза. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok